А перед началом этого видео я хочу разыграть для вас колоду карт Bicycle Standard. Два простых условия, нужно поставить лайк этому видео и написать любой комментарий, вы уже участвуете. Также в конце этого видео будут итоги предыдущего розыгрыша, ну а я сегодня подготовил для вас три очень простых, но эффектных фокуса с самой обычной колодой карт. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг, сегодня у нас три простых, но эффектных фокуса с дешевыми атласными картами. Поставьте лайк этому видео, если вы хотите больше подобных подборок, но если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спонсор этого видео это магазин игральных карт и аксессуаров Cardiz. Это новый магазин, в котором вы наведете карты для фокусов, Cardistry или игр. На многие колоды сейчас есть хорошие скидки. Также магазин гарантирует вам быструю отправку и надежную упаковку. Помимо карт вы сможете найти аксессуары для ваших колод, например оригинальный кожаный чехол, который позволит вам защитить свою колоду карт. Это производство самого магазина, то есть ручная работа. Ссылка на магазин в описании, вы сможете найти там себе колоду по вкусу, в этом вам помогут фильтры по подбору колода, а также на странице каждой колоды есть видео с этой колодой. Ну и конечно же от меня вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку в этом магазине. Ссылка в описании, там же и промокод, ну а мы переходим к обучению на сегодняшние фокусы. Я попрошу зрителя сказать стоп на любой карте, например он сказал стоп вот здесь, он ее запоминает, и мы уберем ее куда-нибудь в центр колоды карт, я ее даже поддерживать не буду. Я точно знаю то, что зритель выбрал красную карту. Я думаю то, что это червовая масть, и если я все сделал правильно, я думаю то, что это дама червя. Итак, это элементарнейший фокус, но для него вам понадобится полностью подготовить колоду карт. Прелесть этого фокуса в том, что его можно показать с любой колодой. 36 карт, 52, 54, неважно. Суть в том, что мы полностью подготавливаем колоду по порядку, то есть вот у меня есть бубновая масть, туз, король, дама, валет 10, 9, 8, 7, 6. Так как это маленькая колода, у нас здесь вот такая вот ситуация. И так с каждой мастью. При этом вам всего лишь нужно запомнить порядок мастей, потому что по сути этот фокус работает вот так. Зритель нам говорит стоп, мы показываем ему карту, но я вижу предыдущую. То есть я вижу то, что это туз черви. И так как у меня после черви идет крести, здесь должна быть шестерка крести. Вот именно поэтому вам и нужно запомнить порядок мастей. То есть я раскладываю обычно вот так. Пики, черви, крести и буби. Через одно. После этого мы готовы показать фокус. Разложили колоду. Вам нужно схватить колоду вот таким вот хватом. Большой здесь, средний здесь. Указательный придерживает. Большой начинает пролистывать и отпускать карты. То есть мы делаем такой маленький дрибл по сути. Зритель говорит стоп. Если вы не умеете делать дрибл, вы можете пролистать вот так. Ничего сложного в этом нет. То есть пролистаем вот так большим пальцем. Зритель говорит стоп. После этого вы выдвигаете карту. И у вас вот есть два свободных пальца. Указательный и средний. Берете его так и показываете зрителю. То есть максимально удобно. Вы показываете карту и при этом вам видно предыдущую. Потому что вы держите ее вот так. То есть еще раз. Зритель говорит стоп. Допустим вот здесь. Вы уже можете посмотреть предыдущую. Но сначала обратите внимание зрителя вот сюда. Чтобы он не наблюдал за тем, что вы смотрите в эту сторону. То есть сначала нам нужно дать ему объект, на который он будет смотреть. Он смотрит на эту карту. Мы смотрим на предыдущую. Соответственно мы знаем карту зрителя. И чтобы скрыть свои же улики. Вы вот так показываете то, что убрали карту зрителя в серединку. И дайте ему перемешать колоду. Соответственно он ее сам перемешает. Ну разумеется он будет перемешивать скорее всего не так, а вот так. И сам же сломает порядок. То есть сам зритель за вас скроет улики. И после этого вы отгадываете его карту. Не советую сразу там кричать типа валет черви. Или там ну не важно какую карту выбрал зритель. Просто отгадывайте поэтапно постепенно. Потому что выкрикнув карту сразу. Тем более как только вы ее убрали в середину. Эффекта от фокуса не будет вообще. Сначала назовите цвет. Потом масть. Можно назвать значение с ошибкой. И резко же себя исправить. То есть это покажет то, что фокус был максимально честным. И уведет зрителя от того, что он может подумать то, что карту вы знали заранее. Зритель может выбрать одну любую карту. Например он выбрал вот эту. Он ее запоминает и мы убираем ее куда-нибудь в центр колоды карт. Вот таким вот образом. Мне понадобится другая карта. Я буду использовать например пикового туза. Это будет карта помощник. Я попрошу зрителя убрать ее куда-нибудь в серединку. В любое место. Например он решил убрать вот сюда. И по идее именно туда, куда убрал эту карту. Карту помощника. Зритель. Здесь должна быть карта зрителя. Девятка червя. Нет? Возможно следующая карта после карты помощника. Десятка червя. Тоже нет? Блин. Да что ж такое? Наверное проблема именно в карте помощники. Потому что это уже не туз пики, а карта зрителя. По сути это элементарнейший фокус. Основанный на одном контроле и двойном подъеме. Его можно сделать вот такой дешевой обычной колодой карт. Вам нужно положить какую-то карту, которая у вас будет картой помощником в фокусе. Если у вас атласные карты, но их 54, я советую использовать Джокера. Офигенно подойдет. Но я использую пикового туза. Просто кладу его сверху. И теперь мы даем зрителю выбрать карту. Он выбирает реально любую карту. Это абсолютно не важно. Запоминает ее. И все, что нам нужно сделать, это убрать ее якобы в центр, но при этом сконтролировав ее наверх. И чтобы после нее шла наша карта помощник. Это очень важно. То есть смотрите. Мы берем девятку. Кидаем вот так сверху. И перехватываем колоду вот так. Большой палец, правый нижний угол. Средний, правый, верхний. Указательный придержит и поднимает вот так. То есть мы поднимаем указательным пальцем где-то половину. И отдаем вот такой вот хват в эту руку. Ставим мизинец. И набрасываем еще несколько таких стопок. Теперь снимаем с мизинца. Кладем наверх. Таким образом мы сконтролировали эти две карты. Но для зрителя выглядело это вот так. Он выбрал карту. Мы замешали ее куда-то в серединку. Подсняли колоду. В принципе и все. Теперь нам нужно сделать двойной подъем. И многие боятся делать двойной подъем вот с такими картами. Потому что у них нет белых бортов. И любой ваш косяк даже на чуть-чуть сразу же спалит этот двойной подъем. Поэтому здесь нужно брать самый максимально аккуратный двойной подъем. В предыдущем видео я его объяснял. Он выглядит вот таким вот образом. Показали карту. То есть мы переворачиваем две карты. Если быстро объяснить. То есть мы выдвигаем вот так две карты. И возвращаем их на мизинец. Берем вот так. Большой палец упирается вот так. И мы их разворачиваем. Показали раз. Говорим это будет карта помощник. После этого можно дать ее зрителю. Либо попросить зрителя сказать стоп. И закинуть карту самому. Если зритель очень дотошный. И все проверяет. Переворачивает. Потому что он ее может посмотреть. То есть я рекомендую. Если вы боитесь. Если у вас не отработана подача. То мой вам совет делать все самому. Просто попросить его сказать стоп. Эффект от этого немного потеряет. Но ничего страшного. Убираем вот сюда. Либо же зритель сам закидывает карту куда хочет. И соответственно идет как бы следующая обманка. Мы поднимаем пол пальчки. Говорим вот твоя карта. Он говорит нет. Соответственно мы говорим значит следующее. Он тоже говорит нет. После этого мы все это дело накрываем. Возвращая в старую картину. Зрителя. И говорим скорее всего проблема в вот этой карте. То есть помощник ошибся. Посмотри что там. Он смотрит. И там вместо помощника его карта. Я попрошу зрителя сказать мне стоп. Например он сказал стоп где-нибудь вот здесь. Он запоминает эту карту. Мы убираем ее куда-нибудь в центр. И сейчас я попробую найти карту зрителя. На самом деле сделать это не так уж и сложно. Нужно подснять карты буквально два раза. И вот таким вот образом я ее найду. Но в принципе фокус не особо удивительный. Соглашусь. Давайте подснимем еще два раза. Я сделаю вот такую вот вещь. И найду сразу четыре дамы. Итак это очень классный прикольный при этом быстрый фокус. Вам нужно взять четыре любые карты с одинаковым значением. Которую вы будете навязывать и соответственно проявлять. Я буду использовать четыре дамы. Вы можете использовать любые другие. И неважно вообще в каком они порядке. В этом фокусе это не имеет никакого значения. Просто кладем их сверху. Это вся подготовка. Соответственно нам нужно навязать одну из дам. Навязать можно любым способом. Я навязываю через Блав Пасс. То есть вы как бы вот так вот пролистываете карты. И как только зритель говорит вам стоп. Вы скидываете все кроме верхней карты. Обычно это используется для контроля. Но здесь это работает как навязывание. То есть смотрите я пролистываю. Зритель говорит стоп. И я скидываю все кроме одной карты. Делать это не сложно. Вы просто уверенно держите верхнюю карту. А все остальное на расслабоне. Соответственно зритель говорит стоп. Допустим вот здесь. И лучше развернуться к зрителю чуть-чуть вот так. Чтобы он не видел толщину карты. Вы будете закрывать ее вот этими пальцами. То есть просим зрителя сказать стоп. Например здесь. Он запоминает карту. Соответственно я здесь держу всего лишь одну карту. Он ее запоминает. То есть это вторая карта в колоде. И после этого я накрываю ее. Но накрываю вот таким вот хлопком. То есть чтобы был звук. Понимаете если вы просто кинете карту. Будет совсем тихо. И зритель может что-то заподозрить. Хотя в такой колоде думаю нет. Потому что эти карты очень мягкие. И у них нет никакого веса. То есть вы просто даете ему запомнить. Накрываете. И я обычно вот так еще пролистываю. Все. Таким образом мы навязали зрителю вот эту карту. И при этом она у нас осталась второй. И при этом все четыре дамы остались на месте. Что мы делаем дальше? Далее нам нужно перенести одну даму сверху вниз. Делаем мы это через дабл андеркат. Смотрите. Вот так вот отделяем одну эту карту. Берем половинку снизу. Кладем наверх. И берем оставшуюся половинку. Кладем наверх. Таким образом карта сверху переходит на низ. Давайте я ее переверну. Чтобы было понятнее. Вот так. Раз. Два. Таким образом она идет вниз. То есть мы говорим. Смотри. Твою карту найти не сложно. Нужно всего лишь подснять карты два раза. И я найду твою карту. Окей. После этого мы делаем все то же самое. Как делали до этого. Снова переводим карту сверху под низ. На этот раз уже карту зрителя. И говорим. Так. Я попробую показать покруче. Смотри. Я снова подсниму два раза. И таким образом мы зарядили колоду. У нас две дамы сверху. Две дамы снизу. И мы можем сделать проявление. Которому я уже обучал огромное количество раз на канале. Которое выглядит вот так. Скидываем раз. Скидываем два. И таким образом здесь у нас будут две верхние и две нижние карты. Как это работает. Две карты сверху. Две карты снизу. Мы берем вот таким вот хватом. Большой сверху. Четыре снизу. И мы как бы вытряхиваем все карты. Из-за того, что мы держим колоду сверху и снизу. Верхняя и нижняя карта остаются в руке. Нужно потренироваться с тем, насколько быстро это делать. И насколько сильно давить на колоду. Чтобы понять, как сделать так, чтобы именно нужное количество карт осталось. То есть сбрасываем раз. И теперь то же самое с этой руки. Если есть стол, можно сбросить на стол. Если же нет, просто бросаем вот в эту часть левой руки. Вот так. После этого у вас остается ровно четыре карты. И это соответственно четыре дамы. И на этом фокус заканчивается. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, не забудьте про лайк, комментарий, подписку. Также итоги предыдущего розыгрыша на колоду Bicycle Standard. Вот комментарии победителя. Напиши мне в личку ВКонтакте. И отправлю тебе эту колоду. Остальные не расстраиваемся. Правила для нового розыгрыша были в начале. Участвуем. Ну и конечно же с вами как всегда был Неро Янг. Ждите новые видео. Смотрите старые. Всем удачи. Всем пока.